Библейский портал экзегет.ру представляет 28 глава книги «Премудрость Иисуса Сына Сирахова» читаю для библейского портала «Экзегет» и на дальний перевод. Но вот эта часть книги, она такая мозаичная, обо всем понемногу. Есть у нас главы, где есть одна главная тема, и она продолжается в следующей главе. А тут у нас будет много всего, такая мозаика. Но общая тема – это добро и зло в поведении человека. Мстительный получит отмщение от Господа, который не забудет грехов его. Прости ближнему твоему обиду, и тогда по молитве твоей допустятся грехи твои. Слушайте, сколько здесь параллелей с Евангелием. Ну, это же вот оставив нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Вот буквально это здесь и сказано. Другими словами. То есть получается, что задолго до Евангелия, ну, мы не знаем точно за сколько, за пару веков эта книга была переведена на греческий, уже звучали многие мысли. И в Евангелии Христос собирает их воедино. Ну, и главное то, что Он совершает, а не то, что говорит. Но важно, что Он приходит не в пустыню, что шла такая работа по подготовке. И многие мысли прозвучали раньше, как и обращение к Богу, как к Отцу, уже здесь звучало в этой книге. Многие другие вещи. Человек питает гнев к человеку, а у Господа просят прощения. К подобному себе человеку не имеет милосердия и молится о грехах своих. Сам, будучи плотью, питает злобу. Кто очистит грехи его? Вот этот принцип. То есть, как ты относишься к другому человеку, так ты можешь ожидать и от Бога отношения к себе. Помни последнее, перестань враждовать. Помни истление и смерть, и соблюдай заповеди. Помни заповеди, и не злобствуй на ближнего. Помни завет Всевышнего и презирай невежество. Помни последнее, вероятно, имеется в виду смерть. То есть, конец жизни, что мы все умрем, и, в общем, ты сам несовершенен, и твоя жизнь тоже конечна, поэтому сводить счеты в этой жизни довольно глупо. Помни завет Всевышнего и презирай невежество. А вот невежество презирай, то есть принцип, который потом будет сформулирован, как ненавидь греха, люби грешника, он тоже здесь есть. Удерживайся от ссоры, и ты уменьшишь грехи. Ибо раздражительный человек возжжет ссору. Человек-грешник смутит друзей и поселит раздор между живущими в мире. Каково вещество огня, так он и возгорится. И какова сила человека, таков будет и гнев его, ибо по мере богатства усилится ярость его. То есть, вот все эти ссоры, раздор и ярость, они ведут ко греху, а богатство стимулирует, потому что, когда богатый гневается, у него богатые возможности для того, чтобы этот гнев воплотить в действие. Жаркий спор возжигает огонь, а жаркая ссора проливает кровь. Если подуешь на ней искру, она разгорится, а если плюнешь на нее, угаснет, то и другое выходит из уст твоих. Хороший пример, да? Горит уголечек там, да, светится красненьким, ты можешь не подуть, раздуть его, можешь плюнуть, он погаснет. Из уст, то есть словами человек разжигает ссору, злобу, и это ведет к кровопролитию, или, наоборот, гасят словами. И вот, кстати, о словах. Тут дальше будет подробно об этом. Наушники двоязычные, ну, то есть сплетник и человек такой лицемерный, который говорит одному одно, другому другое. Наушники двоязычные, да будут прокляты, ибо они погубили многих, живших в тишине. Язык третий многих поколебал и изгонял их от народа к народу. А что за язык третий? Ну, вот, бывает двоязычный, язык третий, судя по всему, это когда еще и третий вариант, да? Когда уж совсем много версий. Многих поколебал и изгонял их от народа к народу, разорял укрепленные города и не спровергал дома вельмож. Язык третий изгнал доблестных жен и лишил их трудов их. Вот, когда много разных версий, когда человек привык рассказывать разные истории, то это все приводит только к изгнаниям, к раздорам и ко всему прочему. Внимающий ему не найдет покоя и не будет жить в тишине. Удар бича делает рубцы, а удар языка сокрушит кости. То есть язык пробивает глубже, чем бич. Многие палят острия меча, но не столько, сколько павших от языка и даже, чем меч. Счастлив, кто укрылся от него, кто не испытал ярости его, кто не влачил ерма его и не связан был узами его. Ибо ермо его, языка, все про язык. Ермо железный, и узы его, узы медные. Смерть лютая, смерть его, и самые отлучшие его. Язык вообще что-то кошмарное. Да, он у нас пару глав назад про жену говорил, дурную жену, но про язык он говорит еще более жестокие вещи. Но, наверное, дело не только в том, что жена ему попалась очень плохая, и люди очень плохо с ним говорили, хотя, мне кажется, такое тоже в его жизни было. Но он стремится обратить внимание своего слушателя, воспитанника, в конце концов, на самые-самые большие опасности. Ну, запугивает, если хотите. Не овладеет он благочестивыми, этот самый язык злоречивый, да? И не сгорят они в пламени его. Оставляющие Господа впадут в него. В них возгорится он и не угаснет, и будет послан на них, как лев, и как барс будет истреблять их. То есть язык — это еще и дикий зверь, который набрасывается на человека. Ничего себе! Язык — это наш орган. Наши слова, вроде мы их контролируем, а тут дикая природа. Ну, бывает так, что человек действительно не соображает, что он говорит, и в ярости просто как выпускает из клетки львов и барсов. Смотри, огради владение твое терновником. Имеется в виду поле, ну, чтобы там не забрели какие-нибудь козы, не потравили его. Свяжи серебро твое золото. В смысле, положи подальше, чтобы не украли. И для слов твоих сделай вес и меру, и для уст твоих дверь и запор. Как ты ограждаешь свое поле от потравы соседскими козами, как ты обережешь свое серебро и золото от кражи, так свои слова береги, потому что они не менее опасны. Берегись, чтобы не споткнуться ими и не пасть пред злоумышляющим. Вот что ты неосторожно скажешь, и будет все плохо. Ну, довольно простая мысль. Цветисто так описано. 29-я продолжит эту мозаику грехов и добродетелей. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...